Привет, меня зовут Марина Ингрид и вы на канале Жизнь в Англии. У нас сейчас 8 октября, очень жарко, я одену солнечные очки. И на градуснике у нас показано 24 градуса, не поверите, посмотрите. И сейчас мы пойдем гулять и собирать каштаны. Для чего мы будем собирать каштаны, сейчас расскажу. Колючая такая шкурка, свежий каштан. И сейчас мы из него кое-что сделаем. Но нам нужен второй каштан, а лучше еще больше. Такой вот маленький каштанчик. Достаточно? В Англии очень много паучков зимой. И для того, чтобы они не пробирались в дом, надо на подоконник... Сейчас, подождите, секундочку. Оп. Надо на подоконник положить каштаны. Тогда, якобы, пауки не будут пробираться в дом. Вообще, они нам не для этого нужны, а нужны они нам для того, чтобы устроить состязание, как на чемпионате мира по каштанам, который проводится ежегодно во 2-е воскресенье октября в Англии, в графстве Northamptonshire. Как раз у нас сейчас 2-е воскресенье октября, и мы устроим дома небольшое состязание. Пока мы набирали каштаны, наткнулись на дерево со съедобными каштанами. У деревьев разные листья, и сами плоды отличаются друг от друга. Съедобные каштаны поменьше, посветлее, форма другая, с пимпочкой на попке. Те каштаны, к которым мы привыкли в России, ядовитые. Их есть нельзя. В английском эти 2 вида каштанов даже по-разному называются. Видимо, чтобы не перепутать, какой ядовитый каштан, а какой съедобный. Ядовитые каштаны называются horse chestnuts, конские каштаны. Но и лошадям их есть тоже нельзя. А съедобный каштан называется sweet chestnut, сладкий каштан. Нам для состязания нужны именно ядовитые. В итоге мы набрали и те, и те каштаны. Одни для состязания, а вторые, ну, посмотрим для чего. Не знаю, может быть, приготовим их. Посмотрели в интернете, сколько стоят такие съедобные каштаны. Решили, что у нас неплохой улов получился. Уж больно, они дорогие. За 400 грамм 36 фунтов. Это почти 4000 рублей. Помимо нас каштаны собирали еще китайцы. Не знаю, по-моему, это была семья или какие-то друзья. Может быть, две семьи. Довольно-таки много их там было. И собирали они эти каштаны довольно-таки профессионально. Мы отметили, что они пришли в шлемах. А это очень мудро, потому что каштаны постоянно падают на голову. Они колючие. И не очень, честно говоря, приятно ходить под дерево. Потом притащили они большую палку, чтобы сбивать каштаны. Мы потом тоже так попробовали. Но нам результат не очень понравился, так как вместе со спелыми каштанами падали и недозрелые. Там сами каштаны должны быть коричневыми, а недозрелые они немного такие светлые. Мы собирали оба сорта каштанов в один пакет. Сейчас надо их рассортировать и только потом готовить наши ядовитые каштанчики для состязания. Раньше в эту игру играли дети. Причем часто играли именно в школах. Сейчас в школах запретили играть в эту игру, так как она опасная. Можно в глаз попасть с каштаном. А дома компьютеры вытеснили все аутентичные игры. Вот приходится внедрять заново какие-то игры и даже, не знаю, обучать этим играм детей. Рассказываю, надо сделать дырочку в каштане, протянуть шнурок, завязать узелок в конце и в принципе все готово. Можно играть уже. Мы сделали несколько таких каштанов, чтобы хватило на всех. Во время игры мы поняли, что длина этого шнурка должна равна быть длине от плеча до руки, когда не попадет в лицо. Каждый игрок бьет по очереди три раза, потом переходит очередь к другому игроку. Если шнурок запутался вокруг другого шнурка, то это замечание. Если получаешь три таких замечания, то выбываешь из игры. Вот, смотрите, каштан уже треснул. Это каштан Дэниэл, он больше всего играет. О, отскочил кусок. Еще чуть-чуть, и он развалится. And then who wins? You or me? You win. Even if you hit. Все, я победила. Ура. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Жизнь в Англии. С вами была я, Марина Ингрид, и моя семья. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok